У нас ночная молитва сегодня в завершении первого дня праздника Суккот. Начало уже второго дня праздника Суккот. И благоставляю Бога, благодарю Господа сегодня. Приветствую всех, кто подключается, кто подключился. Сейчас посмотрим, кто подключился. Слава Богу, сегодня у нас 24 сентября вечер, 2018 год. И 24 сентября вечер, это уже начало нового дня в библейском исчислении. Завершилось 15 число месяца. Тешеве начало уже 16 числа. Второй день праздника Суккот. Сейчас посмотрим. Так. Ютуб. Сейчас откроется Ютуб. У меня здесь. Так. Слава Богу. Господь да благословит эту трансляцию. Кто подключился, приветствую всех, братьев, сестер, кто подключается. Есть в эфире. Аллилуйя. Господь благословит эту молитву нашу. Благослови Господь. Это все нужное бдение. Во имя Иисуса Христа. Благослови всех христиан, всех людей, всех чтущих Слово Твое, Библию Святую. Вот. И праздники Твои. Чтущих. Слава Богу. Благословляю всех вас, друзья мои, братья и сестры. Сегодня я планирую здесь тоже и вечером, и утром тоже причастие, хлебоконавление совершить божественную Евхаристию. Вот. Евхаристия – это жизнь моя, как верующего человека, как христианина, как служителя. Потому что, действительно, его кровь, Христа Иисуса, кровь, кровь Машеха и Ишуа, она омывает нас от всякого греха. Слава Богу. Благословляю всех вас. Благословляю свой дом сейчас, свою супругу. Благословляю детей своих. Вот. Ваши дома, ваших супругов, ваших детей. Слава Богу. Во имя Иисуса Христа. Вот. Аллилуйя. Вот. И сегодня, в этой ночной молитве, вот, совершу тоже хлебоконавление, причастие Евхаристию. Слава Богу. Вот. И сегодня я молю Бога Всемогущего. Вот. Милость, богодать и суккот. Праздник кущей. Праздник кущей. Это праздник, действительно, такого мира. Единства. Праздник спасения. Вот. Удивительного. Вот этого, как вот в еврейской традиции, типу налам называется, да? Вот именно вот. Восстановление мира. Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенный. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. Благодарю тебя за эту трансляцию, за эту возможность сейчас быть. В прямой трансляции. Благоставлять моих братьев и сестер. Благоставляю всех вас во имя Господне. Вот. В начале этой молитвы хочу благоставить вас благоставением священников, благоставением Аароновым. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Молюсь о пробуждении здесь, в Киеве. Вот. В нашей Киевской архитектископии. Сейчас я... Вот. И... Это ночная молитва. Вот. И утром буду делать включение с утренней молитвы. Прямую трансляцию тоже с утренней молитвы. Сейчас трансляция с ночной молитвы. Вот. Пишите ваши тоже нужды молитвенные. О чем можем вместе помолиться мы. Вот. Есть уже несколько нужд присланных особо. Я не буду оглашать имен. Вот. Но... Хотя можем даже огласить. Но есть некоторые нужды, которые как бы не стоит, думаю, имена оглашать. Вот. Но молюсь за бездетные семьи некоторые вот об их вот благословении детьми. Молюсь за больных. Вот. В том числе такими страшными недугами, неизвлечимыми по-человечески. Сегодня я общался здесь вот мы возле метро Черниговская. Общались с одним братом. Значит. И ну здесь вот через дорогу там КФС есть. у полковника Сандерса как говорится гостя были сегодня. И общались. Кушали курочку и общались. Вот. Очень хорошее было общение. У нас брата зовут Евгений. Он из Кировоградской области. Молого у нас тоже есть и общего. Общие знакомые, общие друзья. Вот. И он рассказывал о том, как вот Бог в его судьбе совершал чудеса. Совершая чудеса. Я делился своим свидетельством, конечно. Вот. Я люблю говорить о том, что Бог совершает в моей жизни. Вот. Я люблю прославлять моего Спасителя, моего Господа Иисуса Христа. Вот. Люблю молиться за людей. Вот. Молюсь за Израиль в эти дни, за Иерусалим. В празднике Суккот. Как-то особенно у меня молитва вот за Израиль, за Иерусалим и за всю нашу истрадавшуюся планету. За всех людей. Бог хочет, написано в Библии, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. то есть Бог открыл нам свое хотение, свою страсть, свое сердце. Вот. И Он хочет, чтобы все, все, все люди спаслись и достигли познания истины. То есть, переживи спасение, во-первых, приняли это спасение, дар Божий, Его Божий дар, во Христе Иисусе, жизнь вечная, спасение. Вот. Это первое. А второе, будучи спасенными людьми, Бог хочет, чтобы спасенные люди, принявшие Его спасение Божественное во Христе Иисусе, чтобы люди достигли познания истины. То есть, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Раз, это первое Его воля, хотение. А второе, и достигли познания истины. Вот. И я это еще сравниваю с другим местом Писания, которое уже больше 15 лет является моим таким путеводным фрагментом из Писания. Это из Евангелия Теана 11.25. Там написано «Я есть воскресенье и жизнь». То есть, слова Иисуса Христа, что Он есть воскресенье и жизнь. Вот. то есть, воскресенье. Это как, знаете, вот, сравниваю с тем, чтобы, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Воскресенье. Потому что человек принимает спасение по благодати, принимая спасение через веру в Иисуса Христа, принимая подарок Бога, Он как будто бы из гроба встает, воскресается из мертвых, воскрешается из мертвых. Вот. В православии это очень четко подмечено и очень хорошо отмечено значит, в этом, особенно в пасхальное служение. В пасхальное служение это 100%. Вот. Песнопение вот это самое известное пасхальное. Ой, извиняюсь. Вот, сегодня тоже и весь день, тоже так вот и прошлая ночь тоже в молитве так вот и Господь благостави, благостави Божия и эту ночь выстоять в проломе сейчас в молитве за Израиль, за Иерусалим, за пробуждение духовное здесь. Аминь. И знаете, друзья, вот в Песнопение он боится православным древним. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. и тем, кто в гробах, и всем мертвецам жизнь даровав. То есть, сравнивается это, знаете, с чем? Что человек, получается, до своего духовного возрождения, до рождения свыше, до спасения своего, до принятия спасения во Христе, человек, он как будто бы в гробе, он мертвый, он покойник. И действительно, приняв благодать эту спасительную, приняв жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим, человек как будто бы оживает, воскресается, воскрешается и поднимается из гроба, открываются эти гробы, проклятия, гробы, беззакония, греха, и человек, он встает, как из гроба встает. Слава Богу! И Бог есть наш Господь, Он воскресение и жизнь, и Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А жизнь я сравниваю именно с этим, достижением познания истины, потому что Он хочет, чтобы люди пережили воскресение Его, то есть именно спасение, возрождение духовное. И второе, уже будучи воскресшими, будучи новыми людьми уже, чтобы духовно возрожденные люди, чтобы достигали познания истины. Слава Богу. У Павла, я сейчас процитировал как раз из первой части из Павла, апостола, послание к Тимофею, 2 глава, и там, где Бог говорит устами помазанника своего, чтобы Бог хочет, все люди спаслись и достигли познания истины. А дальше в 5 стихе там говорится, ибо един Бог и един посредник. Это 1 Тимофея 2,5. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Вот такое чудо описывается. То есть Господь для спасения нашего, Он все приготовил. Он все действительно приготовил для нашего спасения. И самое главное, что Он отдал самого себя ради этого. Не просто это Его мечта, знаете, вот так есть мечта, просто мечта, да, человек, Господь наш не только мечтает. Он мечтал и мечтает об этом, но свою мечту Он начал воплощать. И ни много ни мало, самим собою, начал воплощать самим собою, отдав свою жизнь за нас, свою кровь за нас пролив. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это, собственно, и есть Евангелие благодати Божьей, Евангелие любви Бога. Возлюбив, Он отдал Себя Самого, свою душу за нас положил, свою кровушку за нас пролил. Поэтому я постоянно совершаю хлебопреломление, причастие, Евхаристию. И сегодня, потому что у меня здесь вот искупил такие лепешки, и совершаю тогда хлебопреломление. Некачество, конечно, хлеба или вина. У меня здесь сок виноградный. Значит, плод виноградной лозы, одним словом, плод виноградной лозы использую. Хотя, знаете, если нет, как говорится, да, сока, то виноградного использую просто даже воду. Беру просто воды, вот, молюсь, особенно если где-то в парке, вот, там же чашу с собой не беру, я ничего там, просто бутылочки беру с собой воды, молюсь во имя Господне, вот, преломляю хлеб, ем, значит, там, и пью воды, и знаю, что Господь, Он однажды воду в вино превратил, так что для Него что вода, что вино, это все одно. Вот, значит, и я верю, что Он может, если, если ему уж надо, Вино превратит. Ну, вот, мне воды достаточно. Знаете, потому что я знаю, что не вещество причастия, а само наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа, вот, что важно. Вот, причастие, это действительно наше рассуждение о теле крови Господа Иисуса Христа. Вот, и сегодня тоже преломляю хлеб, вот, во имя Господа Иисуса Христа, верой в Сына Божьего Иисуса Христа и Шуа Машиаха. Того, но сукот, это вообще, это очень важно говорить об этом, вспоминать об этом, помнить об этом, рассуждать об этом. Ведь Иисус Христос действительно есть свет к просвещению всех народов, всех-всех народов и слава народа своего Израиля. Он есть свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Когда Он был очень маленьким ребенком, то Его благословил, взяв на руки, благословил Симеон праведный, об этом в Евангелии и рассказывается. И Он Духом Святым провозгласил стихи некоторые. Он сказал некоторые очень важные слова, пророческие. Это было не от Него, это было от Духа Святого, через Него. Вот, это был цадик, это был праведный человек, святой человек. И Симеон, в православной традиции нашей мы называем его богоприимец, праведный Симеон, богоприимец. Вот, значит, то есть он взял, он как сказал, что «ны не отпускаешь раба твоя, владыка послов твоему с миром». И так интересно, взяв на руки маленького младенчика, да, бедная еврейская семья пришла, у них не было даже финансов, чтобы принести по закону правильную жертву, достойную жертву за первенца. Вот, значит, ну для, у Моисея там в законе там говорилось, что если семья еврейская бедна, настолько, что они даже за первенца сверху не могут принести жертву, положенную по закону, то тогда есть такая приписка там, что они могут птенцов голубиных принести за первенца сверху. Ну это как сейчас копеечная свечка, вот у меня там свечи есть, вот купил, восковые свечи есть, на рынке купил. Но они, конечно, дорогие эти восковые свечи, но зато воск. Значит, и, ну вот восковые свечи, берут, самые дешевые свечи, допустим, я спросил там из толстого такие дорогие свечи, я взял самые такие простые свечи, вот недорогие, значит, ну сравнительно. Вот, значит, и вот, то есть за Иисуса была принесена минимальная жертва самая. Вот, родители праведные, но они были бедны, была бедная еврейская семья, они не могли себе позволить даже вот, ну, получается, значит, ну, питание было у них, конечно же, хлеб, улица вода была, вот, но жертву за первенца не могли не принести достойную. Вот, и была принесена минимальная жертва. Но Симеон, вот как мы его называем, богоприимец, он разглядел в этой семье великую благодать, великое благословение, праведность Божью. Знаете ли, и он разглядел в младенчике Иешуа, в этом маленьком Иисусе, да, он разглядел Спасителя мира, Христа, Машиаха. Вот, и он как раз и провозгласил, так что, ну не отпускаешь меня, Владыка, по слову Тому с миром. Так интересно, взяв на руки младенчика, говорит, да, ты меня теперь, Владыка называет его своими, ты отпускаешь меня. Ну, Бог обращается вообще в целом, конечно. Но так интересно, вот, что-то перечитывать вот эти библейские повествования. Вот, и среди прочего, Симеон праведный сказал, что Машиах и Иешуа, Христос и Иисус, он действительно станет светом просвещения всех народов и славы народа своего Израиля. Вот, и на сегодняшний день, действительно, ну, так или иначе, ну, все народы, все племена просвещены светом Слова Божьего. Вот, и в этой молитве сегодня тоже с кревополомлением за все народы. Молюсь сегодня за все народы нашей земли. У меня там баннер есть, значит, в комнате как раз вот такой баннер. Я на нем, на фоне этого баннера тоже, как фон использовал для трансляции, там флаги разных стран мира. То есть попросил вот все флаги, собрать вместе на один баннер, чтобы вот, ну, как бы, это означает, как бы, символизирует, как бы, молитву за весь мир, за все страны, континенты, за все народы, племена. Слава Богу. Вот так вот. И, значит, да, приносились ведь жертвы на Сукот, именно на Сукот приносили жертвы за все народы, слушайте, за все народы нашей земли. На планете нашей больше не было места такого раньше, до Машиаха, до Христа. Не было такого места на планете, где бы еще можно было приносить жертвы эти вот. Во времена храма это было именно то место, которое Бог избрал на Сионе, вот, где приносили жертвы. Храм, который построил Соломон, да, святой, значит, и, в общем-то, вот, храм был величественен, все описывается в Писаниях, а затем по грехам нашим, как вот Библия тоже рассказывает подробно об этом, храм был разрушен, вот, была печаль великая, конечно, потом было покаяние, исправление, возвращение, постепенно такое возвращение народа Божьего в землю, обитованную Богом, вот, в землю Израиля, вот, и храм начал отстраиваться. Мы называем вот этот отстроенный храм вторым храмом, называем, хотя, ну, это довольно условно, все это один храм, вот, храм Божий, один Бог, один храм его. И вот до Соломона, допустим, переносной храм тоже мы называем храмом с киней Бога, с человеками. О, и Господь, третий храм и его, ну, как бы, финал третьего храма истории, вот, нынешний третий храм, который из живых камней созидается, вот, главой имеет самого Иисуса Христа этот храм, и основанием никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, вот, этот храм, весь этот храм называется телом Ашиаха, телом Иисуса Христа, вот, удивительно, конечно, слава Богу, вот, и, значит, и апогеи этого храма восстановлены, полностью возрожден этот храм, это третий уже, вот, как можно сказать, третий, да, Бог называет своей скиней, новой скиней, скиней восстановлены Давидой падшей, восстановленный скиней, вот, то есть, это говорит о чем, что это действительно живое такое вот, такое вспоминается сразу и прославление Давида, значит, да, значит, его псалмы, его танцы, безудержные танцы, даже его жена осудила его, значит, и, я так понимаю, не только она, видимо, и другие люди немногие, недопонимали царя, вот, его поведение, может быть, им казалось странным, как Милхола высказала, допустим, но бывает такое, что кто-то высказывает, а другие на уме у них, но, как бы, царю не каждый может высказать, значит, знаете, то, что он думает, вот, но Милхола высказала все это, вот, и была под проклятием, потому что была бездетна, Бог закручил ее, трогал, вот, Давид прыгал, скакал, как угорелый, просто носился, он там изо всех сил, значит, танцевал, не просто там хоровода водил, а сбросил верхнюю одежду и скакал, скакал, плясал, вот, и, знаете, перед Богом живым, вот, и сегодня, кстати, вот, в наше время, допустим, вот, девятнадцатый век, взять, допустим, там, значит, двадцатый век уже, особенно, особенно, вот, последние десятилетия, возрождение такое, новое начало такое, харизматического движения, танцы снова популярны в христианстве, становятся все больше и больше с каждым годом, вот, и для меня это тоже такой очень важный знак, знамение вот этого последнего времени, удивительное знамение, восстановление, возрождение скини Давида выпадшей, вот, и, конечно, многие верующие недоумевают, некоторые даже высказывают свое, ну, словами осуждения этому, вот, явлению в теле Христа, в христианстве, но такие люди, как Эмил Холла, просто, ну, под проклятием, сами этого не понимают, хотя время благодати Бог по своей великой любви, он сохраняет души, даже те, которые, вот, говорят, ну, такие откровенные глупости, вот, на самом-то деле, действительно, танцы – это, ну, явление вот этого времени, последнего, вот, как именно хорошее явление, есть в последние времена, есть страшные явления какие-то, исполняются страшные библейские пророчества тоже, на глазах, но исполняются и самые прекрасные библейские пророчества, тоже исполняются на глазах, друзья мои, братья, сестры. Кстати, самое хорошее библейское пророчество в последнем времени, самое прекрасное, которое исполняется на наших глазах, буквально, вот, и с нашей помощью, через нас, в частности, это слова самого Машеха, самого Христа Иисуса, который говорил, что, значит, проповедено будет все Евангелие Царства всем народам во свидетельство им, и тогда придет конец. То есть, перед концом во свидетельство всем народам, для свидетельства всем народам будет проповедено Евангелие Царства, и это самое прекрасное обетование, самое прекрасное пророчество, я считаю, о последнем времени. Есть страшные, конечно, конечно, пророчества, об этих землетрясениях, войнах, гладах, морах. И все это исполняется на наших глазах, дамы и господа, братья и сестры. Иисус сравнил свое возвращение, время последнее сравнил, знаете, с чем еще? Помните, наверное, да? С беременной женщиной, схватками перед родами, и не избегнут. То есть, вот, и как имеющего чреве, да, значит, и она должна разродиться, вот. И это уже, ну, это не рассосется, это должно родиться. Вот, и схватки перед родами усиливаются, усиливаются, учащаются. Вот, и это сигнал для женщины, что сейчас будет скоро рождение, появится новая жизнь. Вот, и Иисус тоже говорит, что когда вы это все увидите избывающимся, то воскладите голову, то есть поднимите голову вашей мысли и прославьте Бога, ожидайте избавления. То есть, для неверующих это предзнаменование ужаса, конца, всего вообще. Как говорится, финита ля комедия, конца бытия, то для верующих это лишь начало. Это лишь, да, болезненное начало, да, это будут как схватки перед родами, и сами роды. Это кровь, это боль, это все. То есть, человечество в этих схватках сейчас переживает многое, но еще переживет очень страшное, еще более страшное. Вот, схватки все это покажутся, схватки покажутся вообще мелочью, в сравнении с тем, что произойдет во время самих этих родов. Но мы знаем, что будет новая земля и новые небеса. Мы знаем, что Господь наш пройдет и не в безмолвии. При гласе архангела и при трубе Божией Господь сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в пришествии Господне на воздухе, будем восхищены. В средине Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И утешаем мы друг друга словами этими. Уже два тысячелетия, братья и сестры. Но в наш век это особенно. Это особенно ярко, особенно сильно. Спасибо тебе, Господь. Я хочу поднять бокал сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Чашу Господню принимаю. Имя Господне провозглашаю. Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры. Благоставляю хлеб. Ну, точнее, если правильно говорить, правдивее, то благоставляю Бога. Благоставляю Бога. И сам Господь, сам Машех, Он говорил, что Он ест хлеб жизни. Я благодарю Бога за жизнь. Благодарю Бога всемогущего за жизнь. Совершаю хлебопреломление сейчас. Тоже возьмите себе хлеба. Я вот купил лепешку заранее. Значит, если у вас не приготовлено ничего, возьмите, что есть. Какой хлеб? Ржаной, так же, но не важно, какой хлеб. Налейте себе соку тоже. Вот у меня сок виноградный приготовленный. Я просто закупаю все заранее, как бы, значит, а вот. Но когда нет у меня, допустим, а вот есть побуждение-то от Духа Святаго, да, вот, побуждение совершить хлебопреломление причастия, вот, то, значит, я говорю, просто воды наливаю, значит, беру хлеба, молюсь, и Господь благоставляет. Вот, потому что причастие Евхаристия совершается не просто вот то, что внутрь входит. То, что внутрь входит нас, оно не может нас не осквернить и тем более осветить не может. А то, что исходит из нас, это нас либо оскверняет, либо освящает. Вот, в данном случае освящает нас именно рассуждение о теле крови Иисуса Христа. То есть, Евхаристия, причастие, хлебопреломление, таинство тела крови Иисуса Христа совершается здесь и здесь. Это сто процентов. Вот. Не качество вина или хлеба, а качество нашей веры, нашего рассуждения сегодня о теле крови Господа Иисуса Христа. Вот. И пусть все эти благословения Божьи, они не проходят мимо, пусть Господь благословит сегодня всех нас. Благодарю Бога Всемогущего за жизнь. Благодарю Господа. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя за жизнь. Благодарю тебя за победу твою. Благодарю тебя за воскресение твое. Ранами твоими я исцелен, Господь. Ранами твоими святыми я исцелен, я благословен, Боже, тобою. Кровью твоей святой омыт от всякого греха. Ты простил меня во Христе Иисусе. Я принял жизнь вечную, мой Бог и Царь. Благодарю тебя, Господь. И славлю великое имя Твое. Аминь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое. За победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, бесчастливую. Благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Ты хлеб жизни, Господь. Благодарю тебя, Святой. Благодарю тебя. Твое тело было ломимо, Господь, Боже, за всех нас. Твое тело было ломимо за мои грехи, беззакония, неправды. Спасибо тебе, Господь, что ранами Твоими, ранами Твоими я был исцелен 2000 лет назад. Благодарю тебя, Господь, что ты пришел в мою жизнь, в мою судьбу. О, кстати, исполнилось, да, 35 лет исполнилось, вот в эти дни как раз. Да, слава Тебе, Господи, 35 лет, как Бог пришел в мою жизнь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь всей Вселенной. Больше даже получается, да. Спасибо тебе, Боже всемогущий, спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя за жизнь вечную. Благодарю тебя за спасение Твое. Благодарю тебя, Господь, за действительно чудо благодати Твоей, Господь. Спасение, как дар Твой, дар свыше, дар с небес. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за кровь святую Твою, Боже. Я принимаю, Боже, с благодарением. Во имя Иисуса Христа. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Аминь. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус. Христос, Спаситель мой, благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, за все я благодарю, за все я благодарю. Айлуйя, спасибо тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш всемогущий. И сегодня в течение ночи буду совершать хлебопреломление. Прямо сейчас начну этим вечером. Начало второго дня. Завершился первый день праздника Суккот, библейского, Господнего, еврейского нашего праздника, поставления гущей. Начался второй день. Как сказано в Писаниях, и был вечер, и было утро, день. Следующий нот, второй день праздника начался. Шестнадцатое число наступило, месяца Тишри. Спасибо тебе, Господь. Сегодня вечер, 24 сентября, выпал на начало дня нового. Спасибо тебе, Господь, благословен. Николай Егоров пишет, спасибо. Благословляю вас, Николай. Благословляю всех братьев, сестер во имя Иисуса Христа. В этой ночной молитве благословляю всех вас во имя Господне. Я постараюсь делать трансляции и дальше буду делать, но утреннюю трансляцию обязательно я буду делать. Даст Бог в 6 утра подключайтесь, тоже будем совершать преуполение, причастие, молитву. В завершение ночной этой молитвы. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за жизнь, за спасение Твое. Аминь. Аминь. Спасибо, Иисус, спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Благословен Бог наш, благословен Спаситель наш. Утешите. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Аминь. Кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца, телом Его ломимым, 2000 лет назад. Я спасен, благословлен, освящен, полностью исцелен. Аминь. 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 Благодарю тебя, Господь, Бог всемогущий мой. Слава тебе. Благодарю тебя за дар вечной жизни. Благодарю тебя за спасение. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя. Благословляю великое имя Твое. Боже, этим вечером благодарю тебя. Этой ночью восхваляю имя Твое Святое, Боже всемогущий. Ибо так Ты возлюбил мир. Ибо так Ты возлюбил всех нас, людей. Ибо так Ты возлюбил меня, что отдал самого себя. Отдал свою кровушку за нас, свою жизнь свою за нас. Боже, Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь всей Вселенной. Благодарю тебя, Боже, за все. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, благоставляю вас. Доброй всем вам ночи. Благословения Господни всем вам. Кто будет молиться в ночи, то тоже в молитве вспоминайте Израиль, вспоминайте Иерусалим. Я даже себе флаги повесил, так как напоминание такое. Хотя и без этого, да, Иерусалим, Израиль, постоянно молитвы мне. Особенно в эти дни, вот суккота, праздника Господнего, постановления пущей. Подключился. Слава Богу, слава Богу. Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья. Да, и Николай, и Господь Бог благословит во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения. Дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежал бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу, слава Господу. Благословляю всех вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жуалев. Мир всем вам. Да, ну и хак Суккот Самеях. С праздником поставления кущей. С праздником Суккот. Аминь. Благословляю вас, Николай Даша. Аминь. 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 Благословляю всех вас. Пусть Божий покров пребудет над вами. Божий покров. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.